В нынешнем году летний футбольный сезон в Красном Луче проходил в новом и непривычном формате 8 на 8. В турнире стартовали 8 коллективов. Тройку опытных участников – ККСС Новопаловская, Янг Бойс и АТП 10 911 – дополнили сборная Вахрушева и поселка Четыребис под названием Васаби, Фашевский Спутник, Беркут, молодежные команды спортклубов Микрон и Луч Шахтера. Турнирный путь команды начали в июне, а закончили через 4 месяца. За это время в чемпионате произошло много интересных и знаковых событий. Судьба главного трофея решилась лишь в заключительном туре в личном противостоянии лидеров. Чемпионом стала команда АТП 10 911. Турнир открыл новые имена и вернул на поле некоторые из старых. Оргкомитет предлагает вспомнить и оценить выступления участников соревнований. 8 место – Беркут. К чемпионату Беркут готовился с оптимизмом, но с результатами у него не заладилось. Команда не забивала и много пропускала. Затем наладила игру в обороне. Но с голами ей по-прежнему не везло. У Беркута было немало матчей, в которых он уступил на последних минутах. Итоги чемпионата для этой команды – 3 забитых мяча, ряд неплохих проигранных поединков и масса опыта для будущих турниров. Лучшей игровой линией Беркута заслуженно стала Вартарская. В воротах на протяжении турнира действовало 3 футболиста, и все они показали отличную игру. 7 место – СК Луч Шахтера. Эта команда – интересный сплав из спортсменов Дю США номер один и нескольких опытных исполнителей. Среди них самый возрастной футболист турнира Анатолий Чернышев. Перед турниром команду пополнил Александр Хлевный, выпускник Академии Луганской Зари. Он не только усилил игру на поле, но и взялся за тренировки молодой команды. В результате Луч Шахтера блистательно провел первую половину чемпионата. Во втором круге у команды были сложности со стовом из-за травм и объезда многих игроков. Поэтому Луч сбавил темп и финишировал на предпоследнем месте. 6 место – Васаби. Весной эта команда выиграла Кубок Федерации Футбола, поэтому и перед чемпионатом ее рассматривали в качестве претендента на высокие места. Но уже после первых туров в Васаби лишился нескольких лидеров. Закономерно его результаты тоже ухудшились. В период до заявок команду пополнили Михаил Панфилов и Евгений Антимонов. В компании, сыгравшими ранее Евгением Андрющенко и Эдуардом Ткаченко, они усилили действия в атаке. На итоговое шестое место в Васаби можно посмотреть и под другим углом. Команда всего на один балл отстала от четвертой строчки. 5 место – СК Микрон. Выступления этого коллектива можно назвать стабильными. Ребята из старшей возрастной группы спортклуба почти весь турнир исправно набирали очки с прямыми конкурентами. Причем обычно делали это сцепив зубы в упорной и равной борьбе. Исключение из позитивного баланса с конкурентами – проигрыш в первом круге набравшему в тот период хороший ход лучу Шахтера и двойная осечка на финише чемпионата с тем же лучом, а также Васаби. Кстати, именно скомканная концовка лишила Микрон возможности занять четвертое место, при том, что все было в руках молодежного коллектива. Подопечные тренера Артема Черкашина в каждом матче показывали стремление играть в комбинационный футбол и не сбиваться над бой даже в поединках с лидерами. Проблем с комплектацией у команды не было, по ходу первого круга она потеряла некоторых сильных исполнителей, но в перерыве усилилась хорошими молодыми игроками – Алексеем Угрюмовым и Кириллом Польским. Однако на результатах это сказалось незначительно. К тому же несколько матчей Микрон играл с полевыми футболистами в воротах. Один из них, Вячеслав Алексеев, удивил умением действовать на этой позиции. Лучший матч Микроновцы провели в седьмом туре против Васаби, уступая по ходу первого тайма 0-2. Молодежный коллектив переломил ход игры и победил 4-2. Четвертое место – Спутник Фащевка. Еще один выходец и многократный победитель турниров городской дворовой лиги укрепил свой молодежный состав опытными исполнителями, которые известны по выступлениям за другую фащевскую ЦОВ – комендантскую. После дозаявок во втором круге на поле уже действовала скорее сама ЦОВ с несколькими ребятами из Спутника. Команда показывала яркий футбол, много забивала, правда и немало пропускала. Причем казалось, что фаворит из Спутнику не указ. Он хотя бы по разу сделал нервы каждому из призеров. С остальными соперниками фащевские футболисты тоже, как правило, имели трудности и теряли очки. Среди поселковой молодежи подросло неплохое поколение спортсменов. Сергей Величко, Александр Евдокимов, Сергей Дутов, Сергей Пихтерев, Андрей Касьянов и другие. Ребята активно занимаются футболом и совершенствуют умения от турнира к турниру. Лучшим для команды назовем поединок против ККСС во втором круге. Итоговый результат 1-1. Третье место – ККСС Новопаловская. Самая многочисленная команда турнира. По раскладам перед чемпионатом ККСС, конечно, метил только в призеры. Правда, на фоне двух других лидеров команда оказалась слабее. И побороться за более высокое место не смогла. Во многом на это повлияли события середины первого круга. Техническое поражение в уверенно выигранном поединке против Васаби и последовавший за ним проигрыш АТП 1-3. Остаток турнира ККСС проводил в удовольствие. Ровно и со средней результативностью. Всех преследователей команда обыграла, кроме ничейного результата со спутником. Зато отобрала очки у АТП 3-3. Большую часть турнирной дистанции ККСС был своеобразной командой полузащитников. В атаке и в обороне действовали игроки, привыкшие к игре в середине поля. Возможно из-за этого команда много контролировала мяч, но имела проблемы с последним пасом и завершающим ударом. Хороший сезон провели старые лидеры коллектива. Арут Татин Цян, Александр Сембирев, Роман Артемьев, Денис Ребриков, Евгений Иванихин, Роман Удот и Вячеслав Суханов. Неплохо включился в игру со второго круга Сергей Николенко. Второе место. Young Boys. Эта команда объединила известных по городским меркам футболистов. Уровень позволил им быстро сыграться и дать качественный результат. Правда команда часто имела проблемы с составом. Она нередко играла без замен и с полевыми футболистами в воротах. В конце концов, в предпоследнем туре Янги вышли в пятером против полноценного состава Васаби. Этот поединок можно считать лучшим для серебряного призера. Благодаря бойцовским качествам и воле он добыл победу 3-2. Несмотря на проблемы с комплектацией состава, Young Boys весь турнир навязывали АТП борьбу за чемпионство. Итоговое отставание в 1 очко говорит о равенстве команд. Хотя забей три фила в пенальти на последних секундах личной дуэли лидеров, именно Young Boys стал бы чемпионом. Большую часть сезона до травмы лидером атак команды ожидаемо был Дмитрий Янчук. В воротах уверенно действовал Сергей Чернега. На старте чемпионата он до 7-го тура держал личную сухую серию. Отдельные поединки Янги выигрывали благодаря эффективным действиям Андрея Шульги, Алексея Ромася, Евгения Трифилова, Александра Янчука и Максима Гладильченко. Первое место АТП 10-911. Чемпион уверенно прошел турнирную дистанцию. Всех соперников ниже третьего места команда обыграла с крупным счетом. Александр Москаленко стал лучшим бомбардиром чемпионата, сильно оторвавшись от всех конкурентов. Ключевых поединков в турнире у АТП было два. Оба против Young Boys. В первом круге автотранспортники пропустили первыми, но сумели выиграть на последних секундах. Во втором АТП вновь пропустил первым и сравнял счет. На последних минутах вратарь команды Андрей Борисов отразил пенальти и принес команде звание чемпиона. Такие поединки запоминаются надолго. Большинство футболистов команды чемпионами города стали впервые. Важным фактором победы в турнире была качественная игра средней линии команды. Артем Черкашин, Александр Москаленко, Евгений Ашихмен, Денис Левенко, Александр Замулин и другие сильно изменили рисунок футбола АТП-1911 в сторону комбинационного футбола. Чемпионат города проводился управлением молодежи, культуры, спорта и туризма и городской федерации футбола при поддержке Краснодарского комплекса спортивных сооружений. Окончание летнего сезона в городском футболе означает лишь приближение зимнего. Команды готовятся к новым турнирам и вызовам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова